Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 647. События дня. Еремея 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою, погублю Тебя. Я устал миловать за 20 сентября 17 года. Фотокорреспондент Волобоев Александр Павлович, кавычки. А в смысле отношения к жизни, месту человека на земле, это Игнатий Лапкин. В конце 80-х годов он пришел в молодежку газеты. В первый раз в валенках, с калошами, в армяке своем, непонятно из чего, сшитом и подвязанным. Его только выпустили из тюрьмы, где он сидел за веру. Он начинает рассказывать о своей деревне, которой нет давным-давно. Говорит, да мы ее построим. Ты ему не веришь. Сначала вообще никак. Но через полчаса заражаешься и едешь с ним в деревню, которой нет. Живешь там в палатках, а там только комары летают размером с пчелу. Даже попить негде одно болото. А сейчас эта его деревня потерявка есть. По неволе такие люди заставляют думать о хорошем. Это большое счастье повстречать такого человека. От него энергия идет подпитывающая. Он заряжает. Есть люди, которые отнимают энергию, а он заряжает своей энергией. «Алтайская правда», «Краевая газета». 1 ноября 2013 года. Александр Павлович Балабуев, очень известный фотограф. У него такие там названия. Я не знаю, как называют там номинации, первая премия. На международных фотоконкурсах. И здесь сколько раз он выставку делал потерявки. Никто столько не фотографировал. Когда ее еще не было, он уже приезжал. То есть мы с ним знаем все лет 28. Он прекрасный, талантливый фотокорреспондент. Александр Марьясов, мир дома вашего, Игнатий Тихонович. Вот это действительно так, как пишет Воловуев Александр Павлович. Я и по себе знаю, что после знакомства с вами, я получил такой энергетический запал от вас, что до сих пор он не теряет своей энергии. И я очень благодарен вам за это. Именно после встречи с вами я понял, что такое полюбить ближнего своего, а не имитировать любовь на показ. Низкий поклон братьям. Спаси Христос. Михаил Домнич. На сто процентов согласен с автором. Спаси вас, Христос. Юрий Соболев. Спаси, Христос. Благодарю, Игнатий Тихонович. Очень понравилось. Превыше ставя духовную ценность стихотворения, отмечу и блестящие рифмы в нем. Слова искрятся и переливаются. Вчера с женой были впечатлены вашей проповедью, хотя я уже слушал ее ранее, а вот вчера, словно в первые, в каком стихотворении речь идет, но тут одно за другим я выставлял. Наталья Чернова. Аминь. Слава Иисусу Христу. Благодарю Бога, что дал мне возможность видеть и слушать вас. Вы как огонь, который разжигает сердце. Спаси вас, Христос. Помолитесь за меня, чтобы не охладевать мне сердцем. Комментарий открыт по ссылке. Светлана Васильевна Алексеева. Два часа назад. Дед всех достал. Никак не помрет старый хрыч. Вот такая Светлана Васильевна ждет моей смерти. А вот после моей смерти-то наоборот все разгорится. Светлана Васильевна. Ты же меня нисколько не знаешь. Ну что же сделать-то? Вот старый хрыч не помирает. Я сейчас расскажу. Михаил какой-то. Н.В. Какой сердитый дедушка сегодня. Как хочется, чтобы Игнатий Хихинский жил как можно дольше. Я благодарен за все знания, полученные здесь о Христе, о вере православной. Павел Ростоми. Игнатий молодец. Не совсем согласен с ним, но такие моменты не могут не радовать. Красава. Эмилий Ремки. Грусаус Хамбург. Привет из Гамбурга. Супер шарик. Татьяна Пудова. Какие стихи. Трогают до слез. Спасибо, Игнатий Тихонович. Мы ожидаем четвертого ребеночка. Помолитесь, пожалуйста, о благополучном разрешении. Отвечаю. Псалом 28.9. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме его все возвещает о его славе. Я пишу тем более о человеке. Да благословит вас Бог. И я смертный, подобный всем потомок первозданного, земнородного. И я в утробе матерни образовался вплоть в десяти месячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми, вскормлен в пеленах и заботах, ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Вот. Я не показал. Это 17 глава. «Премудрость Соломона» и каноническая книга. «Премудрость Соломона». Рустам Густаянов. Игнатий Тихонович, да, вы позитивный человек по отношению ко всем людям. Плохо, что вы далеко. Единственное, я могу поделиться с вами фактом из моей личной жизни. Я живу один в многоэтажном доме. Дом, работа, работа, дом. Храмы, опять дом, друзей нет. Так, как все только на язык хороши, но проходит время и все по домам. В Библии никто не вплотную не живет, как я. И вот чисто психологически мне легче в плане того, когда я без креста просто читаю Библию и не хожу в храм. Значит, силу имеет крест. Да и как без креста он снимает. Тогда Библию считаю все. Вот так и еретики. Сняли кресты и побрели с Библии в ереси. Да, я раздражительный, агрессивный. Но в то же время момент жесткий. В тот же момент. Не пропускающий через себя всякий смрад от людей. И не обижающийся на дурных людей. Не замещающий их и не воспринимающий таких даже всерьез. То есть твердый, очень твердый. Ноги всегда твердо стоят на земле. При любой ситуации не смущаюсь. Идущий на пролом. А когда я одеваю крест и хожу в храм, я начинаю быть мягким, доверчивым. Из-за нелепого стеснения сидящих бабушек возле подъезда во дворе. И обсуждающих всегда всех и все. У меня трясутся поджилки, ноги как будто не слушаются меня. Я пропускаю через себя уйму несправедливости. Как младенец, я стою в дураках. Но единственное, но у меня не имеют уста. Я как будто замораживаюсь и абстрагируюсь от людей. И немного от реальности порой. Поэтому после того, как я всегда хожу в храм каждый день, размораживаться с крестом на шее. Храмы с крестом на шее. Вот такие курьезы моей жизни. Женщины практически все, если не все, на букву «Б». Поэтому я сижу один дома после работы без семьи, с котом. Смотрю ваши ролики, молюсь. Каюсь, читаю Библию. Хожу в храм, занимаюсь делами насущными. Вот такое житие мое. Замораживаюсь и абстрагируюсь без креста. Кое-что не написал. Вот женщины «Б». А кто их делает такими-то? Тут не написал. Не виновен ли сам в этом? Не написал. И вот он крест снимет, тогда идет напролом. Ну, куда напролом-то он? Может их голову сломить. Михаил Кальмаев. Лидер организации «Христианское государство. Святая Русь». Понятие. Организация «Христианское государство. Святая Русь». Это все блеф. Это выдумка. Не может быть христианским государством. Не может. Теоретически не может. Государство должно себя защищать, так понимают. Должна быть армия, полиция. Здесь ничего нет. Клятва. Здесь нет ничего. Лгать нельзя. Тут непрерывная ложь. И святая Русь. Кто пишет-то это? Он сам-то во лжи. Утонул. Кто так пишет-то? Я не имею в виду, кто тут конкретно. Божья воля была. Старенов заткнули. И не слыхать не видать. Александр Калинин. Задержан по подозрению в организации поджога автомобиля Константина Добрынина. Адвоката Алексея Учителя. Я не знаю никого. Алексея. Об этом в среду, 20 сентября, в Ленте Ру сообщил источник правоохранительных органов. Калинин и двое его предполагаемых сообщников были задержаны вчера вечером в ходе спецоперации, которую правоохранительные органы провели в Москве и Липецке. Калинина подозревают совершение преступления, предусмотрено частью второй статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сказал «Собеседник редакции». Ну и вот тот синг. Видеозадержание. Лидер организации задержан. Что-то два раза. Два раза. Так. «Собеседник редакции». Сейчас я посмотрю, откуда начинается. А, вот откуда. Понятно. Вот цинг. И видеозадержание. Кто хочет, наберет. Перед самым задержанием от имени Калинина распространялись угрозы в адрес деградировавшего актера Панина, который также снял пародию на Николая II и Матильду. Перед самым задержанием от имени Калинина распространялись угрозы в адрес деградировавшего. Вообще-то дважды повторяются. Но это можно разобрать. Ну вот. И вчерашний день приезжал врач. Я ее не видел. Ну, всех осматривали в деревне Потеряевка. Что диспансеризация всеобщая. А я-то знаю, для чего это делается-то. В интернете-то написано все это. Проверяют. На выживаемость говорят так. Узнать, сколько человек осталось годных. Если можно погасить репродуктивный возраст женщин, мужчин. Дадут там таблетку или что-то. Ну, всех осмотрели. Всех осмотрели. Я через одного человека попросил разрешение снять. Не допустили. Боятся. Боятся. Ведь не зря же говорят, что решили собрать в мире по 150 тысяч долларов каждому. Дать русскому, чтобы съехали с земли. Чтобы не оскверняли ее. А отдали лучшим людям. Я в это верю. Что вполне может быть. Столько пакостей. За перестройку только 120 миллионов абортов. Как пишут везде. 18 тысяч. 20 тысяч абортов каждый день. Что спрашивают. А нация сама себя уничтожает. Ну и проверить. Скоро ли все передохнут. Остальные это больные. Ну и прогнозируют. На сколько лет еще хватит тянуть. Земля-то пустует. 21 тысячи селений сгинули. Еще несколько десятков тысяч. Близкие к этому. Пишут. Пишут здесь в газетах. Проверять ничего не мог. Говорят. За что купил. За то и продаю. Наценки не делаю. Конкретно здесь. Вчера у меня опять. Адатра попалась. Посмотрели, как деревья пилят. Бобры. Огромные деревья валят. Ничего не сделаешь. А что ты сделаешь? Ну вот мещусь туда-сюда. Как Бог даст. Ну и посмотреть наши ресурсы. Это первый. Всегда обращаю на него внимание. Мой мир. Вот он как выглядит. Вот уже начался перенос. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять уже роликов перенесло. С нашего видеоканала. Вот те, где я в шапке, тут писать можно. Заходите. Тут события. Все. Есть. Ну и наш ленточный форум. Вот он как выглядит. Тысяча шестьсот тем. Я еще не посмотрел даже вчера, сколько у нас было посещаемости. Вот. Двести пятнадцать. А то было двести семьдесят. Вот так примерно стоит на одном месте. Ну, руганий нету. Слава Богу. Канал наш. Видеоканал. Вот он православный. Десять роликов поставил. Что тут девять просмотров. Три. Аватары и Ники скрывают анонимщики. Вот на это дарится и два просмотра за пятьдесят минут. Ну, остальные поменьше. Игнатов Сергей. Двадцать четыре. Вопросы. О власти мужа над женой. Вот. И наш большой православный библейский сайт. И самое ценное. Это четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса и ответа. Сейчас могу вопрос снять с темы девятой папки о войне. Вопрос 2143. Восьмой том открытым оком. Оппоненты и батюшки благословляют служить в армии, принимая присягу и оружие в руки, ссылаясь более на предание, что они святые-то служили, и Бог их не укорил. Так ли это? Ответ. Так говорят, когда в душе нет веры в загробную жизнь. Когда они верят в Слово Божие, жития не считали. Кто знает, жития таких вообще очень мало и очень мало. А кто просчитал жития святых, их хотя бы один раз от корки до корки. Попробуйте найти. Мне пришлось пройти все двенадцать томов жития святых полностью. Двенадцать раз. Я прослушивал. Это означает, что они мне неизвестны немного. Про службу в армии и про войну у нас много сказано в книге к истинному православию. В главе. А я говорю вам, любите врагов ваших, прочтите. И в житиях не все шли на нарушение Божьей заповеди «не убей». Слово «голоден» понятно всем. И что он есть хочет, и что его кто-то должен накормить. И в Библии это словосочетание «голоден накорми» встречается только два раза и оба в отношении врага. Это заповедь к христианам. И не записано, что «залей ему в глотку олова расплавленная» или «голову отрежь», как в чеченских мозгах отпечатано. Вот теперь читаем. Но римлянам 12.20. «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делаясь, и ты соберешь ему на голову горящие уголья». Чудом Божьим ослепленные враги оказались серединой того государства, против которого воевали только на приграничных заставах. Это я сейчас выделяю и считаю. 4.6.20.23 «Когда они пришли в Самаре, Елисей сказал, Господи, открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисей, увидев их, не избей ты их, отец мой. И сказал он, не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их. Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полщища сирийские в землю Израилеву, не ходили Милий 10 ноября. Святой епископ Милий происходил из персидской страны. Приняв святое крещение, он еще в юных летах занялся изучением священного писания. Настивши совершенных лет, он задумал служить военным званием, прибывшим тогда персидском царе. Но ему было видение от Бога, в котором с угрозами запрещено было поступать в военное звание. С угрозами. Этого никогда не говорят. Милий, да кто он такой Милий-то? Вот Сергей Редоневский, о, пошел Александр Невский. Вот это, да, это для русских. Провоевали, все, и государство-то уже все рушится, поубивали. Сбережения-то народа, о чем говорил Солженицын Александр Исаевич, не было. Солдат не жалей, новых нарожают. Жуков ему приписывают это. Ему видение было от Бога, тут уж не сомневаемся, в котором с угрозой запрещено было поступать в военное звание. Вот так. Не монах, простой человек. Почему не берут за образец? Милий, много ли назвать? Милий. Епископ Милий. Милия женщина, это Милий мужчина. Даже имени этого не знают. Ни храмов его честь, ни подражания нет, ничего. Одна Бога. Воевать, 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 убивать. И с чем же отличаемся от язычников? Да ничем. Ну вот так. Считаю, на сегодня хватит. Субтитры сделал DimaTorzok